Доклад «Анималюмания в истории искусств. Прозрение Юрькиса Балтарова» Доклад посвящен работам Юрькиса Балтарушайтиса о построенных на сходствах людей и животных аберрациях в изобразительном искусстве. Особое внимание уделяется эссе Балтарушайтиса «Физиогномика животных», опубликованную в книге «Аберрацион». В нем искусствовед говорит о роли в истории западного искусства физиогномики. Он показывает, как античные сюжеты сохранились в легендах и художественном творчестве Средневековья и Ренессанса, возрождались в XVIII веке и распространялись в начале XIX века. Отразившись в творчестве Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Джамбодиста Декапорта, «Анималюмания» возродилась в рисунках Домье, Гаварни и Гранвиля, изображавших сатирические гибриды человека и животного. Постоянно возбуждающие воображения аберрации сочетают в себе фундаментальный мифологический опыт и естественно-научные знания, стремясь выразить черты характера и моральные качества личности, сверхчеловеческие способности, тайную жизнь души, греховные страсти и социальные пороки. Сопоставление характера и внешности человека с животным имеют глубокие исторические корни и восходят к древним временам. Мифы, легенды и сказки полны фантастических существ, изображенных в виде людей с головами животных или наоборот. Мифологические образы и древние представления заложили основу для формирования физиогномики, изучению характера, нрав и способности человека по его лицу, по форме черепа, пропорции тела и позы, которые в древности применялись также к животным. В античной культуре теория физиогномики была разработана в трактах псевдоаристотеля, полимона Ильонского, псевдооригена, которые сформировали доктрину, описывающую человеческую личность по внешности и находящую в его внешности черты сходства с каким-нибудь животным. Так в западной культуре начиналась анималюмания, стремящаяся описать скрытое лицо человечества. Целые разделы латинских и греческих трактатов были посвящены зоофизиологии. Зооморфный метод не только объяснял человеческий характер, но и способствовал созданию изображения фантастических существ, характерных для средневекового бестиария. Эпоха средневековья переняла от древнего мира непосредственно и через исламскую культуру древние учения. Ряд трактатов по физиогномике были переведены на латинский в XII-XIV веках. Итальянский медик, натурфилософ и астролог Пьетро Дальбано не только проводил аналогии между человеком и животными, но и тесно связал физиогномику с астрологией. В начале XV века было принято выделять четыре основных типа темпераметра – холерик, сангвиник, флегматик и мелохолик – связанные с четырьмя элементами, а также с четырьмя животными – львом, обезьяной, бараном и свиньей. По мнению Балтрушайтиса, распространение чрезвычайно странных существ в маржах средневековых рукописей и в скульптурном декоре церквей тесно связано с развитием теории физиогномики. Цитата. «Античность и восток, наука и магия, легенды и тератология объединились и слились в чудесном мире. Средневековое воображение, разные изображения заселяло животными, чудовищами и гибридными существами. Моральные человеческие пороки и несовершенства изображались с помощью метафор и сравнений, при которых происходило уподобление человека животному. Ренессанс перенял это культурное наследие и воспроизводил старую доктрину. Астрологическая физиогномика возродилась в конце XV века. Джамбатиста Делапорта, который стал известен как профессор чудес в книге о человеческой физиогномике, возродил древние теории и разработал удивительно стройную систему, сформировавшую целый ряд прототипов. Образы человека, быка, человека-льва, человека-собаки, человека-свиньи, человека-рла и т.д. Описывая странную фауну, он цитировал стоиков, пифагорейцев, Аристотеля, Полимона и Адамонтьоса. Работы Делапорта имели большой успех и вышли многими изданиями. Это привело к широкому распространению анималомании. Различные ученые и художники тщательно анализировали и сравнили голову, профиль, нос, рот, лоб человека и животного. Исследовали книжные иллюстрации, скульптурные изображения и тексты. Ранние опыты Порте в области физиогномики оказали влияние на творчество европейских художников и философов. В своих физиогномических этюдах Леонардо да Винчи лицу человека придавал черты животных. Однажды он заметил, что рельефное лицо выдает первоначальную звериную природу человека. Тициан превратил физиогномический анализ в художественную аллегорию. В картине «Аллегория. Благоразумие» он изображает три человеческие головы, выражающие память, рассудок и предвидение, а также прошлое, настоящее и будущее. Переходящие в три головы животных, «Волк сохраняет воспоминания, как свою добычу, внезапный и свирепый лев означает настоящее, а голова собаки, глядящая вперед, выражает надежду на будущее». Рубенс также показал живой интерес к теориям физиогномики. «Художник наделял людей чертами, присущими животным, вскрывая таинственные, сверхъестественные силы в человеке, стремясь выразить самые глубинные структуры бытия». Рубенс не был знаком с трактатами Деля Порта, рисунки которого иногда принимали гротесные черты. Рисунки Рубенса – раскрытие тайны существования человека. Они родились, изучая античную скульптуру, пребывая в Риме. В 1773 году эти рисунки были изданы с комментариями известного французского гравюра Пьера Авеллина. И так эти гравюры развивали далее эзотерическую традицию XVI века. В XVII веке Декарт искал новые определенные и точные основания для физиологии, методы научного познания и классификации страстей, которые, по его мнению, образуются в мозгу, где таится и животные духи. Анатомия пассии Кортезия еще раз способствовала распространению странной человеческой фауны. За Декартом последовал французский теоретик и художник Шарль Лебрен, утверждавший, что в голове живет дух человека, и в нем, как в зеркале, находят свое отражение мир животных. В Лувре насчитывается около 200 физиономических рисунков Лебрена, в которых квадрифицированы визуальные выражения эмоций, и человек трансформирован в животное или в монстра. Стараясь определить истинную природу человека, Лебрен предложил геометрический метод. Но, как и Деля Порда, сочетая лица людей с мордами отдельных животных, он создавал странные гибриды. Особое внимание художник Короля уделял глазам, как зеркалу души. Часто он рисовал животное с человеческими глазами, и наоборот, человека с глазами животного. Так он создавал сверхъестественные и таинственные существа. Гравюры по рисункам Лебрена стали очень популярны в XVIII веке. Физиогномика изменялась в контексте позитивных наук. Тем не менее, на протяжении веков древние верования, традиции, знания стали существовать в глубоком слое культурного воображения, находя свое выражение в аллегориях, символах и метафорах изобразительного искусства. Самая большая волна Возрождения пронеслась в конце XVIII в начале XIX века. В 1770 году голландский ученый Кампер интегрировал физиогномику в современную антропологию. Приблизительно в то же время швейцарский поэт и философ Лафатер посвятил целый ряд работ искусству оценки человека по чертам внешности. В его сложную и тщательно разработанную систему вошли морфологические, антропологические и анатомические исследования, а также труды по приложению физиогномики к театру и живописи. Он опубликовал четыре тома физиогномических фрагментов на немецком, а затем на французском языке. Это не только антиклопедическая работа, но своеобразная история портрета, иллюстрирована картинами Рафаэля, Микеланджело, Гульбейна, Рембрандта, Пуссена, Хогарта и других. Польский и немецкий живописец Даниэль Ходовецкий, немецкий поэт и мыслитель Гёте, участвовали в процессе создания этой книги. Ходовецкий иллюстрировал эссе о физиогномике, а друживший с Лафаэром Гёте написал отдельные фрагменты этой книги и даже нарисовал несколько иллюстраций. В 1829 году Эккерман спросил у Гёте, относится ли исследование Лафаэра в области естественных наук. И писатель ответил, конечно же нет. Немаловажно в данном вопросе являются моральные и религиозные аспекты, потому физиогномика животных Лафаэра может быть отнесена и к моему творчеству. По мнению Балдрушайтиса, это совместная работа, изучающая черепов людей и животных, несмотря на схематичность и сухость её иллюстраций, заключает в себе что-то сверхъестественное и открывает другой, потусторонный мир. Антропоморфное и зоморфное исследование Лафаэра продолжил Франц Йосеф Каль, австрийский врач и анатом, основатель френологии. Он исследовал череп, стремясь определить точный характер человека и топографию его страстей. Его метод также был основан на сравнении человека с животным миром. В своих трудах упомянутых высших авторы сохранили рудименты прежнего, старого мышления. В XVIII веках они были эрудитами, своеобразными магами, исключительными личностями, в работах которых научно-исследователями было органически связано с поэтическим введением. Развивая научную мысль, они лишь ещё больше окунулись в мир иллюзий и оказали огромное влияние не только на литературу, но и на изобразительное искусство. Хорошо известно, что Оноридо Вольцак был очень заинтересован френологией, физиогномикой и также рассматривал работы Лафа, Тера и Лебрена. Не случайно он часто сопоставлял мир людей с миром животных. Автор акцентировал внимание и на черты животных своих персонажей, и эти образные выражения не всегда рождались спонтанно. Теории физиогномики нашли отражение также в живописи и в графике. В конце XVIII века физиогномика наиболее ярко представлена в жанре карикатуры и сатиры. На арену культурной жизни вышли Гранвиль, Гавармин, Домье, Джордж Крукшен. Но в это время анималюмания становится не только уникальным жанром сатиры, но и нередко ведет к глубокому пониманию человеческого существования. Предавая физиономию и пороки человека-животным, Гранвиль вовсе не смешил. Предавая людям облик различных животных, он был уверен, что в первых встречаются те же самые низкие пороки, инстинкты, что во-вторых. Оглядываясь на Лафатера, Домье создал свои замечательные маски характера. Гротескные, утрированные рисунки Домье также приобрели драматические черты. Хотя расследование Балтрушатеса здесь останавливается, историю этих поэтических, комических и драматических аберраций можно продолжить так, как популярность физиогномики росла и в течение XIX века. Многие европейские писатели использовали физиогномию в описаниях своих персонажей. Эти идеи проявляются в описаниях персонажей в романах Чауза Диккенса, Томаса Харди и Шалотты Бронте. Физиогномика лежит в основе сюжета портрет Дарьяна Грея Оскара Уайлда. В американской литературе XIX века физиогномика занимает видное место в рассказах Эдгара Алла-Напо. Романтики Фюсли, Блейк и другие также были увлечены идеями физиогномики. Затем сюрреалисты снова возродили старые доктрины и верования. Работы Макса Эрнста в 1920 году, присоединившегося к движению сюрреалистов, содержали фантастические мифические изображения и смешанные существа между растениями, животными и человеками. Один из критиков Эрнста заметил, что его картины направлены на символическое изображение человеческого аспекта животных и животной природы человека или, возможно, вегетативной общности всех живых существ. Сфералисты позже заявили, что такие изображения люди с чертами животных, а животные с человеческими частями живут в подсознании, ожидая освобождения. Окончивая, следует также отметить, что в картинах английского художника-экспрессиониста Фрэнсиса Бекона Делеза видел выражение становления животным человека. По словам Делеза, Бекон-портретист пишет головы, а не лица. Между лицом и головой есть существенные различия. Лицо – это структурированная пространственная организация, покрывающая голову, тогда как голова подчинена телу, даже если она – просто его верхушка. Она не бездушна, но ее дух – это дух, образующий тело, телесно-витальное дыхание, животный дух. Животный дух человека – дух свинья, дух буйвол, дух собака, дух летучая мышь. Речь идет не о перекличках человека и животного, а о глубинном тождестве. Страдающий человек есть зверь. Страдающий зверь есть человек. В последние годы Делез, Гватаре, Агамбен, Дереда и другие философы исследовали связь человека и животного в стиле постгуманистического мышления, своеобразно возрождая анималюманию, отнесящуюся к эмоциональной сфере и аффективной силе. Мы видим, что современная визуальная культура создает новый фантастический мир гибридов человека и животного, также основанный на поэтических и игровых аберрациях. Их тайна, как показал Батрушайтис, – это тайна сущности человечества. Продолжение следует...